Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе, кнопкой ссылкой под видео. Существует вероятность, что Россия вторгнется на территорию Украины со стороны непризнанного Приднестровья. Их войска сейчас приведены в полную боеготовность. Об этом проинформировали в Генштабе ВСУ. На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Молдовы и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности полная, говорится в сообщении. Напомним, что в Приднестровье, граничащем с Одессой, россияне пытаются распространить фейк о якобы выстрелах со стороны Украины. Об этом сообщили в ОК «Юг». Украинские защитники подчеркивают, что таким образом враг выискивает способ спровоцировать вооруженное столкновение в проблемном регионе. В Приднестровье, граничащем с Одесской областью, пытались разогнать информвброс якобы о выстрелах, которые слышны, со стороны Украины. Враг продолжает выискивать способ спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в проблемном регионе, отметил офицер ОК «Юг» Владислав Назаров. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечалось, что не имея реальных боевых успехов, РФ пытается искусственно создать нестабильные зоны вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения с территории Приднестровья. По данным военных, россияне специально нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против украинцев, и ищут пути раскола сил украинской армии во время оборонной кампании по защите Донбасса и юга страны. По оценкам экспертов, количество реально боеспособного подразделения оперативной группы Росвойск в Приднестровье не превышает 300 человек, охраняющих склады боеприпасов в селе Колбасное. Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7 или 8 тысяч тонн исправные могут быть использованы, отметили военные. Что касается вооружения, то по данным разведки, до 2-3 всей боетехники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна. Денег на ремонт или производственные мощности у непризнанной ПМР нет. Потенциально Приднестровье может быть использовано в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Молдовы, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с России через территорию южных областей Украины, добавили в разведке. 1 мая британская газета Times с ссылкой на источники среди украинских военных сообщила, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и пытается открыть оттуда новый фронт против Украины. Добавим также, что Санду заявила, что Молдова заинтересована в урегулировании Приднестровской проблемы, но останется на тех позициях, что все должно быть решено мирным путем. Санду ответила так на вопрос о том, потребует ли Молдова вмешательство Украины в решение Приднестровского конфликта. Она также отметила, что мы должны помогать Украине, а не наоборот, и поддержка заключается в помощи украинским беженцам. Мы должны помогать и делаем это. Мы по-прежнему открыты для того, чтобы осуществлять всю возможную поддержку, заявил глава государства на совместном пресс-конференции со своим литовским коллегой. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok